Накануне в Красном Зале Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и в Сеярусе Кирилла прошло совместное заседание Священного Синода и Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви. Заседание двух органов Высшего Церковного Управления организовано впервые за столетие с целью решения церковно-канонических проблем и вопросов церковного управления, повышения эффективности планирования и рассмотрения годовых отчетов синодальных учреждений. Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к участникам заседания со вступительным словом, в котором в частности отметил, что данное заседание является особым событием в истории функционирования органов церковного управления. Высший Церковный Совет был предназначен для того, чтобы решать церковно-общественные вопросы, хозяйственные, финансовые вопросы и школьно-просветительские. С тем, чтобы Священный Синод не занимался такого рода горизонтальной повесткой дня, а занимался вертикалью, то есть рассматривал вопросы богословские, канонические, канонизацию святых, открытие храмов, открытие монастырей и так далее. Вот такая была программа действий, определенная по местным соборам нашей Церкви в 1917 году. И, как известно, действительно был создан Высший Церковный Совет, и он начал функционировать. И в 20-е годы, в соборное время, создалась традиция проведения соединенного присутствия двух учреждений – Священного Синода и Высшего Церковного Совета. Но традиция оборвалась. 20 ноября 1920 года, после смерти патриарха, еще до кончины Святейшего Патриарха Тихона, было проведено последнее заседание вот этого соединенного присутствия. А после смерти патриарха Тихона в Высший Церковный Совет уже не собирался. Патриарх отметил, что на современный Высший Церковный Совет было возложено многое из того, что входило и в повестку дня Высшего Церковного Совета времен патриарха Тихона. И нынешнее событие в истории функционирования органов церковного управления, происходящее в преддверии 100-летнего юбилея, последнего заседания Соединенного Присутствия Священного Синода и Высшего Церковного Совета, становится возрождением традиций. Полагаю, что такой орган, несомненно, может принести пользу. И я поэтому с особой надеждой на дальнейшее функционирование этого органа открываю его первое заседание. Продолжение следует...